20 ноября полицейские во всей республике, в том числе и в Кустанайской области, начали операцию правопорядок. На это время будет усилена охрана на улицах и других общественных местах, в том числе там, где собирается молодежь. За два дня проведения УПМ правопорядок активизирована работа по выявлению таких грубых правонарушений, как мелкое хулиганство, по которым задержано 48 правонарушителей. Также с целью противодействия пьяной преступности привлечено 154 правонарушителя за появление в пьяном виде. Задержанные за хулиганство, отмечают в полиции, отличались разбрасыванием мусора и нецензурной брани в общественных местах. За последний вид нарушений порядка к ответственности за два дня только в Кустанай привлечено 6 человек. При проверке усилительных заведений и компьютерных клубов ювенальные полицейские находили в них позднее время несовершеннолетних. В итоге за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию детей привлечено к административной ответственности 16 законных представителей. В сфере бытового насилия выявлено 54 правонарушения. Усиленно борются полицейские с нарушениями в области дорожной безопасности. В области дорожного движения выявлено 491 правонарушений с целью пресечения незаконных деятельностей такси. Задержано 22 правонарушителя, не имеющих права управления транспортным средством, а также лишенных водительских прав. За вождение транспортным средством в состоянии алкогольной пьяни задержано 11 водителей. Также за два дня операции полицейские изъяли 6 экземпляров холодного, 4 гладкоствольного оружия. Кстати, куснайские полицейские как раз во время профилактического мероприятия получили новые приборы фиксации происходящего. Видеожетоны на основе смартфона позволят вести трансляцию службы в режиме онлайн. Очень часто во время исполнения заявок, таких как оформление ДТП, семейно-бтовые скандалы и других ситуаций, полицейские сталкиваются со спорными моментами. Видео будет использовано для разбора, а также и для обучения личного состава алгоритму действий и в конкретных ситуациях. Важный момент работы регистраторов в профилактиках коррупционных правонарушений среди личных составов. Полиция рассказывает, что новые жетоны удобные, компактные, фиксируют и картинку, и звук. Изображение с них выведено в Центр оперативного управления, и в любой момент инспектор ЦОУ может промониторить не только маршрут сотрудника, но и качество несения службы. Эти приборы требуют меньшего времени зарядки, и у них большой объем памяти. Запись ведется во время работы наряда полиции, для зарядки предусмотрен переносной пауэрбанк. В полиции надеются, что использование регистраторов дисциплинирует правонарушителей, не желающих исполнять требования сотрудников. С начала года к ответственности за это привлечено более 260 человек. До конца года такими регистраторами патрульная полиция и участковые в регионе будут оснащены на 100%. Ложасий Сенжигитов, Виталий Луговской, РТН